В континентальной хоккейной лиге сейчас жаркая пора. 1 мая стартовала трансферная компания. Сибирь уже объявила о первых новичках. Кто пополнил состав клуба, а кто команду покинул. Расскажем в нашем сюжете. Начнем с тех, кто оставил Новосибирск. Это сразу 9 хоккеистов. Главные потери уход Ефима Гуркина и Даниила Романцева. Оба игрока в новом сезоне будут защищать цвета автомобилиста. Не увидят болельщики в форме Сибири и финскую связку. Пусть и не Нрохома. Закончился контракт также у Степана Санникова. Перезагрузить свою карьеру в Новосибирске форварду не удалось. И соглашения с ним продлять не стали. Как и с братьями Ушениными, Дмитрием Союстовым и Ярославом Хабаровым. Есть информация, что в скором времени команду может покинуть и Николай Демидов готовится обмен с казанским Акбарсом. Сегодня эту новость прочитал. Я считаю, что, мне кажется, это такое верное решение, потому что все-таки у Демидова в последнее время не задались дела в Новосибирске. И он, когда вернулся, не самую лучшую игру показывал. До этого мы видели совсем другого Демидова. Я думаю, Фазелзянов, правильно фамилия, нужно будет еще учить комментарии. Да, я думаю, что парень тоже перспективный и он нам должен помочь. Я думаю, это будет хороший обмен. Переходим к новичкам. Самый звездный новобранец нападающей сборной Швеции Антон Ведин. Практически всю свою карьеру Антон провел на родине. В 2019-м попробовал себя за океаном, подписав контракт с Чикаго. На большую часть сезона отыграл в АХЛ. После чего снова вернулся в Швецию. Для 28-летнего Ведина игра за Сибирь будет дебютом в КХЛ. Кстати, форвард вызван состав своей национальной команды на чемпионат мира. Так что у новосибирских болельщиков будет возможность понаблюдать за игрой новичка уже в конце мая. Я бы выделил приобретение Антона Ведина, нестандартного шведского нападающего, который в прошлом сезоне играл вместе с нашим старым знакомым Александром Берстромом. Вместе их ХВ-71 вылетел из шведской элиты, но надо оценивать отдельно каждого игрока. И Ведин проявил себя с наилучшей стороны. Правда, всегда есть риск, что нападающий из-за рубежа, никогда не игравший в КХЛ, здесь не адаптируется. Кроме того, нападение новосибирской команды пополнил чемпион мира среди молодежи 2011 года Денис Голубев. Он перешел в Сибирь из Амура. Сменил Екатеринбург на Новосибирск Вячеслав Литовченко. В свое время оба хоккеиста играли под руководством нового главного тренера Сибири Андрея Мартемьянова. Еще одним новичком стал Алексей Кручинин. Предыдущим его клубом в КХЛ был китайский Кунь-Луни Ред Стар. Однозначно со знаком плюс я бы оценил приобретение Вячеслава Литовченко. Это надежный боец Андрея Мартемьянова, который играл с ним в двух клубах под его руководством. И Литовченко идеальный нападающий для меньшинства. Он очень умело блокирует броски. Новые имена есть и в тренерском штабе клуба. После прихода Андрея Мартемьянова продолжаются кадровые перестановки. Так, ассистентами главного тренера будут Виталий Атишов и Александр Гольца. С фратарями в Сибири будет работать Вадим Тарасов. Другие новосибирские клубы пока не так активны на трансферном рынке и пока сообщают лишь об уходах своих игроков. Так, локомотив после двух сезонов покинул блокирующий Дмитрий Щербинин. В составе железнодорожников волейболист стал чемпионом России, а в этом году выиграл бронзовые медали. Новым местом работы игрока будет Казанский Зенит. Потери есть и в женском баскетбольном клубе. Так, капитан Динамо и разыгрывающая сборной России Марина Голдрева перешла в Сыктывкарскую Нику. А фортер Екатерина Полешова сменила Динамо Новосибирское на Московское. Все дальше от путевки в футбольную национальную лигу. Новосибирск на минувших выходных подарил своим болельщикам отнюдь не праздничное настроение. Команда из Новосибирской области растеряла все преимущества, заработанное в первой половине сезона. И никак не может найти выход из ситуации. Подробнее расскажет Александр Шрудила. Новосибирск на финишной прямой сезона буквально разваливается по частям. Команда нашего города после 19 матчей без поражений проиграла уже 4 игры подряд. Началось все в апреле с поражения от КамАЗа на выезде. А после неудачи в игре с прямым конкурентом последовал настоящий провал. Разгром 0-4 от «Зенита» в Ижевске, который до этого за весь сезон выигрывал лишь дважды. Исправлять неудачи Новосибирску предстояло дома. Однако уже в первом матче против дубля «Урала» подопечные Сергея Кирсанова не реализовали два убойных момента, за что поплатились тремя пропущенными мячами. Отыграть удалось лишь один, да и то в самом конце встречи. После поражения в набережных Челнах, у нас что-то где-то такое ощущение, что какой-то психологический надлом произошел. Ну и потеряли мы нападающего Максима Житнева под эти три игры, он практически не играл. Состав такой, что у нас потеря любого квалифицированного футболиста очень сильно отражается на команде. Поиск причин спада в психологии игроков и в неоптимальном составе результата не дал. Так что уже к следующему домашнему поединку 10 мая против Челябинска Сергей Кирсанов оказался в статусе временно отстраненного от своих обязанностей. В игре командой руководил Евгений Абгольц, но получилось не лучше. Безголевые 45 минут и быстро пропущенные два мяча во втором тайме. Ответный гол снова нашелся только один. Знали соперника, что это будет боевая такая команда, одна из самых в этой лиге. Еще может быть там две команды есть такого уровня, что крепкие высокие ребята готовились, чтобы будут играть в длину. В принципе все разобрали, все подготовили, но эти же голы мы пропустили от того, к чему готовились. Падение с вершины таблицы получается болезненным и очень скорым. Новосибирск уже третий. По итогам игр конкурентов может опуститься еще ниже. До конца первенства пять туров, а на путевку в ФНЛ может рассчитывать лишь победитель группы. Спасти сезон поможет только чудо в виде аналогичного провала конкурентов. Но для этого нужно самим вернуться на победные рельсы. На сегодня это все новости новосибирского спорта. В студии для вас работала Кристина Лата. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин